Садись на улицу, позвони там кто есть. А я позвала. Мама, колокольчик, позвони. Мама, не пойдет, у нее непрерывный процесс. Галя не пойдет, у нее непрерывный процесс там идет. Понятно, все я понял. Это рукавов. Недопустимая рука. Рукава все длинные, пуговки закрыты. Так, смотримся. Господи Божий наш, слава Тебе. Ты дивный ревит, Ты услышал нашу молитву и пособил нам. Слава Тебе. Привойте с нами за этой трапезой. Сохрани нас от несчастного случая, дабы во всем видеть Твою благодеющую здесь несу. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, на огороде работал, иди сюда. Почему рукавов-то нету? Не успела спикать. Вот видите, мы какие разные. И один раз у нас свитер нельзя носить сверху. Можно носить под рубашкой. Свитер не подпоясывается, а сверху должен быть пояс. То есть получилось само по себе. У меня такие свитера были, подарок там сестра от жены. Севера, не знаю, на пуху на каком-то. Да мало ли еще было. Но я редко надевал. Все, в рюкзак, в дом инвалидов один день раздал, рукава и все больше. Зачем тебе замечания один и те же получать? Каждый раз. Вот без рукавов. У меня ни одной без рукавки нету. Докажутся никогда и не было. Зачем? Ты или скинь все, или... Ну, проще сказать, не принорабливайся к этому миру. А там в мире все так делается. Значит, благодарение Господу закончили шкурить. Слава Богу. Это вы понимаете, сколько мы? Значит, шкурили в последнее время кто? Кое-как Володю вырвали. Потерялся, думал, что его за прищепками в город послали даже. Ну, а везде мотаются, привозят, его нет. И надо скорее, скорее, скорее. Никита два. Ну, я третий. Это четвертый. Четвертый. И девчата у нас, сколько работало здесь. Леонида, сливие две. И просят три. Четыре, три, семь. Все ножи. Все ножи. Ну, я старался там сучки, главное, срубить. А теперь Роман придет. Завтра у утра договариваться. Сегодня он хотел поздно подойти, а у нас костер. Я, наверное, не смогу пойти на костер. То есть, благословение Господне. А теперь в понедельник я буду договариваться, и инструментов, и ребят наших не будет здесь на целый день. Они там будут разбивать, бить кувалдой, там и камни возить, куда требуется. А потом эти подсохнут, увезем, и там начнем их обработка обрабатывать. И только после этого заказывать бульдозер, когда он придет. И теперь говорят, что у вас там вода шире пойдет, разбойки. Я уже это теперь думаю. Шире пойдет, значит, я дальше проведу свои, и у нас хватает с избытком. Значит, благословение Господне, что хотел-то? Я не кончил, ты сиди. Давай. Ну, давай. У нас произошла такая трагедия. Вчера. Ну? Когда мы купались, или позавчера, я не помню. Когда мы купались, на меня коры сматерился. Пуходи. 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 Мыслишь, я понял ты, поскольку открывается. Было такое? Было. Было. Сейчас я тебя пойду драть. Мама, согласна? Согласна. Сейчас пойду я тебя учить. А как, ни один человек не видит. В это время будут молиться. Стой там. Так. Кто у нас любит париться? Ну, это много. Поймете. Много. Кто выезжает именно? Это я сам сейчас сделал веник из своих берез. Эти березы я садил. И вот береза есть там мужское семя и женское. Так вот, это сережки на одной есть, а на другой нет. Вот это, в которой сережек нет. И при том, веревочки, когда они ослабеваются, сползает. Я делаю так, зацепляю и дальше, а они не сползают. Это моя работа. Что, Галина? Любишь париться? Давайте. Я тебе подарю при всех. Спасибо, Христос. Если Господь позволит, то мы сделаем еще, которые остаются здесь. Привезут березки, мы сможем сделать. Я режу свои березки пока. Так. Ну-ка, поближе садь сюда. Зачем ты это сделал? У тебя внутри этот сатана сидит. А для матери он святой и пророк. Ты слепая, Марина, совершенно. Тебя они пудрят в мозге. И ты видишь, сразу же видно, что сатана. Сам покрестить. Вот все эти рога, он и вылазит здесь. Он не прибожий для жизни. Но его надо наставить. Он нужен будет. Ты согласен, что тебя наказали? Да. Не бояться. Не орать. Это так положено у нас. Вы будете молиться. Ну, дальше будет, что стирка, там-то понятно. Сегодня тележка у нас называется тачкой. Она нервно гружать. Ну, и Никита постарается возить туда. Где костер водит. И тут под моим тополем, там сухого много валежника. Тоже заложить. Мне чем заниматься там? А? Мне чем заниматься там или с ними идти? Я не знаю. А где там? Что? Ну, там-то докосить надо. Закончить-то? Ну, конечно. Ну, сделать закончено, чтобы вы знали, где ты есть. Я отошел. Я пойду с себя на усадьбе крапиву корчевать и лопухи. Дальше, когда они распушатся, везде цепляются и прочее. Все. Так, молитесь. Мы с поля ушли на лечение. Ты мне сказала, что у меня... Давай, давай, Илья. Давай, брат. Ну, давай, парашка. Присоединяйтесь, молитесь. Господи, помилуй нашего братика Колечку. Господи, меня помилуй. Снезай нам, Папе, Папе. Почему мы, Белохранители, не бояться, потерпи, смирися? Господи, на всю силу твоя. Господи, на всю силу твою. Господи, сходите. У сестер возьмите фон. Попросите у кого. Нет, за стол нельзя без рукава пришел. За стол нельзя без рукава, он у тебя сухой уже, иди снимай, он у тебя сухой рукав. Спасибо, Боже, Душа наша направлены на путь праведной истины. Сейчас он подойдет. Ответить еще не может, это в нем он уже сидит, он уже привык. притом знает в какой среде находится, не то что там докладывают, заложить, мы обязаны сказать, обязаны, это зараза греховная, становись, покурошка раскинь, становись рядом со мной, давай, скорей, иди сюда, господи, слава тебе, ты сам сказал, если останется утро без наказания, горе ждет всех, дабы доколе ребро молодо, сокрушая его, дабы впоследствии утешать, а не взирая на крики его, ты его накажешь, он не умрет, но исправится, святая Библия приучает нас слышать голос Духа Святого, и в апостоле Павел говорит, если какой отец, который не наказывал бы детей, то есть их не было, которые бы не наказывали, этого отроха исправ Николая, вразуми и прости его, тебе Господи слава за всеотечественные Святой Дух, аминь, ты хочешь помолиться? Слова какие Господу сказать? Не можешь? Не умеешь молиться? А Туши может, он умеет, может, молись, может, меня боишься, иди к маме, иди ко мне, давай помолимся, давайте вместе помолимся, давай, учи наши почитай, Читай, очень, 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 очень bland, и женщины, ищи, 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 ищи. Да, садится, и дает облизи, ищи, 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 ищи. И наним их хлеб, потому что сущие, это что здесь стоят долги наших и глагол, и не уставляет, ношникам, нашу не видимо искушение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Это огонь маленький. Рубашка. Написано, ни один богохульник царским Божиим не будет. За каждое слово перед Богом дать отчет придется. За всякое гнилое слово. А это вообще никуда не годится. Никак. И ты приучи его, чтобы никакой обиды не держал. Никакая вина лисица тут не должна вмешиваться. Они готовят манкуртов. Они ходят потом на войну, убивают, а тут на гроба идут. Тут они не смотрят. Больше еще 400 трупов по сегодняшний день лежат в Чечне. Они могут определить, кто. У них денег нет, определить. Кому принадлежат, чьи это дети. Он не умрет, он через 5 минут уже все забудет. Так, над ним не смеяться. Не спрашивать ничего, как тебя наказали или чего. У нас было такое. Ты сразу получишь то же самое. Это определенный порядок. Это не лагерь. Это у нас просто семейная жизнь. Такая близкая, с согласием матери и прочее. Ты понимаешь, мамаша, это полезно? Да. Все. Ну, парень еще там выезжал. Он сразу, я сказал, давай рукомойник водой там протерся. И у него лучше пошло. Слава Богу. Ну, он наш подъезд. Да поможет. Так, ну, дай слово. Это может быть, Господи, все единственное. Так, кто бы не услышал, куда я слово, сразу доложить. Ваня, что я так поторопила заходить? Я ее записываю. Дежурная. Никита, там тебе классно не видно. Садитесь. За 45 лет лагеря никто не имел права наказать ребенка, кроме имени. Я для них следователь, судья, без согласия. Было, было, допросили, допросили. Мать здесь. Один приехал тут. Смотри, она работает психологом. Я говорю, что можно разложусь из-за него? На седьмом этаже я его выброшу в окно. Говорит, еще это. Ну и должны правдам покоснуть. Клумба, он прямо калитком по клумбе пошел играть. В городке Палкину в туалет сбросил. Девочка одна там качается на тарзанке, а он ее толкнул. Она говорит, ты за что меня толкнул-то? Пойдем к старшему. Не пойду. Но я пойду расскажу. А я тебе дам. И про это расскажу, говорит, еще. Ну я его тут. Виктор Николаевич его держит. Замели в отдельный зал. Мама сидит. Накажите. Он его не может удержать. Он орет, как... Вот понимаешь, вот так вот и кричит. Клянусь сердцем матери. Сердцем матери клянешься. Да ты сердце матери изорвал на площадь. Наказали моего. Наказали. Хорошо. Вскоре тут получилась у меня операция. Я был в больнице. И она пришла в мать туда. Когда уехала домой, пришла поблагодарить. Я взяла совершенно другого человека. С мамой пошло. Все как положено. Другого лекарства нету. Наказываю его. Думаю, впоследствии утешать все. Так все. Он больше не наказан. Ему еда положена. Все как положено. Как они работали, я не спросил. Мне ложку мою дайте. Какая ложка? Алюминиевая. Я не люблю эту ложку. Китайская какая-то. Она глубокая, да? Вот которую сейчас в салате взяли. Вот дайте, дайте. Вот это? Да. Ну и видно, что старая по мне. Понятно. Если вы будете забывать, я на огне буду ложить. Будем знать. Все. Вот как это пойдут огурцы, я огурца по 4 стру сразу. Но сейчас нету. И вместо воды. Не надо. Затем в банку.